Друзья, очередное путешествие с Владимиром. И сегодня мы отправляемся в локдаунные путешествия. В Риге уже весна, ну и в Латвии весна. Но что интересно, вот в этой части еще снежок не сошел. Чем дальше от города, тем природа нас еще может удивлять. Поэтому это такие крепко-весенние путешествия. Отправляемся мы в Льелы-Кангари. 45 минут езды или 43 километра от Риги. Готовьтесь к тому, что это лес. И дорога может быть не для спортивных машин, назовем это так. Путешествие рассчитано на что? Границы закрыты. Нам нужно как-то развлекать себя. Как-то вытаскивать детей на природу. Ну и хорошее место и время для того, чтобы показать родные красоты. То есть местные и локальные путешествия по окрестностям Латвии. Поскольку мы закрыты в границе, а мы вещаем из Латвии. Итак, Льелы-Кангари. Мы подъехали. Что нас здесь ждет? Во-первых, можно брать санки. Проходят также инвалидные коляски, детские коляски. И здесь в основном мы будем наслаждаться природой. То есть это заповедник, это настоящий заповедник, который с 1977 года, 1977, охраняется государством. Итак, начнем свой осмотр с вышки. Поднимаемся на вышку. Я сейчас не вспомню на скидку сколько, но она довольно высокая. Она над кронами деревьев. Она современная, она новенькая. Приятно на нее подняться и просто осмотреть сам заповедник. Просто, когда ты находишься выше деревьев, это придает тебе какой-то романтики. Дети в восторге. Может быть, даже немножко щекотит нервы. Там такой пол, немного позже покажу. Но сейчас вид. Смотрите, как прикольно. То есть можно наблюдать за птицами, за какими-то редкими животными. А вот тот самый пол, то есть ты находишься над кронами деревьев, и это реально может быть кому-то страшно. Маленьких детей держим за руки. Это обязательно в условии. Чуть позже тоже покажу. А сейчас просто вид. Но не шикарно. Посидишь в четырех стенах, еще как будет шикарно. Спускаемся вниз. Очень высоко. Детей до десяти лет я предпочитал бы держать за руки. И вот почему. На каждом поворотике есть вот такая скамеечка. И это скамеечка, где человек может присесть. То есть ты идешь, увидишь навстречу идущих людей, или просто устал и решил сесть. Вот эта скамейка. Сейчас я покажу. Когда ты взрослый человек, то это вполне нормально. Когда ты пенсионер, сеньор, я думаю, это тоже нормально. Но когда ты маленький ребенок, а некоторые привыкли доверять своим детям и отпускают их, не держась за руку. Смотрите, в чем опасность. Сбоку есть перилка, видите? По левой руку. А справа конструкция не предусматривает законченность перила. Где-то это перило есть законченное, вот как в верхней части. А спускаемся вниз, видите, нет. То есть каждая вторая скамейка имеет вот такую сквозную ущель. Если ребенок, не дай бог, облокотится и просто в эту ущель упадет, то, я думаю, вот беда. Поэтому с маленькими детьми держим их за руку. Взрослые всегда должны контролировать, держать за руку. Но здесь особенно повнимательнее. Итак, спустились мы с горы и начинаем двигаться. Что нам здесь понравилось? Во-первых, здесь есть тематические такие доски. То есть каждые примерно 20 метров вас ждет какое-то задание, физическое задание, которое нужно выполнить. То есть мы подходим к очередной доске, например, вот этой. И здесь нужно выполнить какое-то задание. И гуляя по лесу, видите, этих досок примерно через 20-30 метров. То есть это может быть спортивно-увлекательным путешествием. То есть когда мы двигаемся и занимаемся спортом. То есть самим бы в голову не пришло, но идя семьей, это может быть забавно. Это может быть, когда мы просто любуемся природой. Например, ручеек из самой чистой воды. Для вас может быть ничего, но детям шлепнуться в эту лужу, прыгнуть, это самый кайф. Обратите внимание, насколько чистая вода. Здесь мы находимся в болоте, и вода здесь безупречно чистая. В ней можно, по-моему, увидеть, как в зеркале, отражение леса. Прикольно. Двигаемся дальше, и пока мы идем по лесу. Позже этот пейзаж будет меняться. То есть здесь нам попадаются стенды с тем, какого животного, какую птицу мы можем увидеть. А поскольку это природный заповедник, который уже десятилетиями работает, 70, по-моему, пятого года, общая протяженность его где-то в районе двух тысяч гектаров. В этой части находится такой большой хребет, вал посередине болота. И высота, вот когда на машине будете ехать, вы видите, иногда даже достигает 20-27 метров. Это довольно прикольно. То есть вы вдруг из равнины части, Латвия в основном равнина, заезжаете в такие как бы горы, и едете, ну, высота машины, скажем так, над кронами деревьев. Это очень прикольно. Опять же, мы ищем из пустоты какие-то особенности. И когда ты начинаешь локально, местно познавать свою природу, потому что ты же хотел поехать в Монако, в Италию, да, там во Францию, ну, с семьей попутешествовать. А те места, в которых ты живешь, ты как-то на них не обращаешь внимания. И вот локдауны эти коронавирусные, они заставляют тебя понять свою природу. И вот смотрите, Латвия, она очень немноголюдная страна. Мы можем просто с семьей посидеть, и здесь нам никто не мешает. То есть это вариант побыть со своей семьей наедине, в хорошей, отличной локации. Мы вышли из леса, сидим на озере. И это кайфово, у нас греет солнышко, мы знаем, что скоро будет лето, что зима уже заканчивается, уже весна, и это по кайфу. Но можем смотреть, насколько оборудованы здесь тропинки и дорожки. Они безупречны. Такое ощущение, как будто бы их сделали в этом году. Поэтому создателям этих тропинок просто огромный от меня респект и спасибо. Вот. И теперь мы переходим в другую часть леса. То есть если там лес был высокий, уже такой вековой сосны, то здесь свежие сосенки, которые только выросли на болоте. То есть болото постепенно превращается в лес, и здесь ты можешь пройти и посмотреть весь цикл в лесу вживую. Такое ощущение, как будто бы ты лесник, который обходит свое хозяйство. И это прикольно. Потому что мы будем рады каждой птичке, которая встретится нам на пути. К каждому необычному дереву, шишки, ветки, да бог еще знает чему. Нам все будет здесь по кайфу. Потому что у нас семейное путешествие. И для нас это необычное путешествие. Потому что мы не идем по асфальту и в торговый центр. А мы наконец-то выбрались на природу. Причем на цивилизованную природу, где есть всевозможные панно, которые нам предлагают сделать либо какое-то упражнение, либо дети что-то будут знать немножко больше о своей стране. Я в этом вижу только огромные плюсы. На территории заповедника, надо сказать, проходят разные мероприятия. В 2006 году здесь разработан план по спасению и защите природы. Его активно финансирует Евросоюз за счет этого. И такие природные, скажем, локации сделаны, чтобы не мешать вообще животным никаким образом. Животные сами по себе, вы сами по себе. Здесь есть еще одна достопримечательность. Это землянка, где партизаны прятались во время войны. И сейчас она, конечно, присыпана снегом. И на нее упало дерево. Но можно зайти и полазить по землянке. И посмотреть, как себя чувствовали здесь во время войны партизаны. Мы как бы так полазили. Ну, детям тоже интересно. Они же за то, чтобы залезть в любую заброшку. Здесь есть памятник, соответственно. Памятная доска о том, что это было. Повезло же партизанам в таких условиях здесь отсиживаться. Я так организирую, конечно. Но это плюс еще одна локация, на которую надо обратить внимание. Здесь есть 8 особо защищенных в Европе биотопов. В том числе 5 приоритетного значения. 2 особо защищенных биотопа в Латвии и Европе. То есть без экскурсовода здесь, наверное, же сложновато. Потому что такие словечки биотопы. Ну, это то, что мы прочитали. Запомнилось. Здесь есть необычайное количество лишайников, грибов, которые произрастают только здесь. Порядка 19 видов птиц, которые здесь постоянно проживают на этом заповеднике. Я думаю, когда совсем сойдет снег и все лишайники начнут цвести, то вот в этой части, это настоящее болото, будет особо красиво. Знаете, когда красные, желтые, синие лишайники муки цветут, это просто волшебная история. Ну, может быть, мы сюда и вернемся. По крайней мере, до сегодняшнего момента тут только позитив. Прикольно. Ну, это знаете, как хочешь или не хочешь, а по этой тропе ты пройдешь. Причем, посмотрите, как интересно. Люди идут навстречу, а здесь есть такие каждые 20 метров загородочки, чтобы друг друга не толкать, чтобы никто не теснился. А когда ты двигаешься и видишь, тебе навстречу идут люди, то специально уходишь в такой карманчик, и следующие люди проходят. Это для того, чтобы инвалидные коляски разъезжались, детские коляски. И мы говорим о локдаунах путешествиях. Смотрите, как нельзя кстати. Когда люди нельзя контактируют с двум домохозяйством, это то, что доктор прописал. Ты просто идешь и вентилируешь свои легкие, кайфуешь вообще от всего. Ножки устали, подходишь к будке, где мы заказали свой обедик. Очень скромно это все стоит. Нам на семью нам обошелся порядка, по-моему, 13 евро. Нас 5 человек. И на природе покушать вкуснейшую горячую соляночку со вторым. О, это был еще тот кайф. День подходит к концу. Мы кайфанули очень ужасно. Из плюсов. Очень близко от города Риги. Очень близко. 40 минут это не так уж и далеко. Вкуснейший ресторан над открытым небом. Много упражнений, которые мы сделали. И вообще, очередной раз мы убедили, что Латвия одна из самых позитивных и приятных стран Евросоюза. Ну а для вас мы открыли очередной маршрут. Если вы приехали в Латвию или если вы живете в Латвии, пользуйтесь нашими маршрутами. У нас их много на канале. Есть отдельный плейлист, где вы можете взять маршрут на каждый выходной день. И я думаю, целый год мы обеспечили вас маршрутами, куда можно ездить на каждый выходной. На сегодня все. С вами был Владимир. Всем пока.